Всем привет! Я Василий Стрельников. Добро пожаловать в домашний ресторан. На заре человечества не было продажной любви, журналистики и подавно. Так что самая древнейшая профессия, наверное, все же ресторатор. Забить мамонта, разделать зверя, приготовить его и накормить толпу соплеменников. Но чем не работа управляющего ресторана? И что интересно, с первобытных времен мало что изменилось. Герои нашей программы ровно на один день становятся полноправными владельцами домашнего ресторана. И получают возможность заработать на этом. Они сами покупают продукты, составляют меню, готовят то, что считают нужным, сервируют столы и обслуживают посетителей. Вознаграждение, разница между вложенными деньгами и выручкой. Наша программа дает шанс попробовать себя в этом вкусном бизнесе и увидеть все стороны жизни ресторана. Сегодня в домашнем ресторане битва. Здоровое питание против здорового смеха. Блаженство против гаспачо. Давайте же повеселимся и попробуем большой и чистой любви с сегодняшними участниками домашнего ресторана. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте, меня зовут Евгения, это мой друг Павел. Наш ресторан называется «Истинный вкус», и мы приготовили для вас маленькие сюрпризики, которые, надеемся, повышат ваше настроение, подготовят ваши к желудке, к правильному восприятию. И тут есть маленькие предсказания, которые, я думаю, будут сопутствовать вашей жизни. Но они такие смешные и нелепые. Вот, выбирайте, кому. И сделают нашу победу сладкой. Да, нет, нашу победу. Тут есть приветствие, мы хотим вам дать, приходите к нам в ресторан. Команда «Красного ресторана» Евгения Суворыкина и ее друг Павел Добрынин. Юные кулинары знакомы уже давно, но готовить на одной кухне им еще не приходилось. Андрей, подержи, пожалуйста. Ну да, естественно. Это Андрей, меня зовут Геннадий, я очень приятный танец, который сам сочинил. Это, знаете, как бы я вложил всю свою душу, все свое сердце. Ну, я уверен, что он станет популярным. Примерно вот так, да. Команда «Белого ресторана» Геннадий Жирнов и Андрей Салтыков, юмористы со стажем. Обычно веселые повара и на кухне не могут остановить поток шуток-прибауток. И совершенно уверены в своей победе. Вы настолько красивая и шикарная пара, ну, поймите, король должен быть один. Победитель будет один сегодня. Мы дружбы побеждаем. Вперед. Удачи. Удачи вам. Итак, сегодня в домашнем ресторане сойдутся в бою за кошельки гостей сторонники здорового питания и острословы. Что же подготовили наши команды для того, чтобы именно их ресторан был признан самым успешным? Я считаю так, шеф-повар должен быть один. Это человек, который укроводит. А вот как бы талантливый ученик, он в основном все делает. Для начала ученик должен будет разгрузить корзину с продуктами. А в ней сыр, ветчина, слоеное тесто, яйца, помидоры, свежий салат, укроп и петрушка, чеснок, сметана и взбитые сливки. Общая стоимость продуктов 1375 рублей. Совсем немного. Паша, тогда ты берешь картошку быстренько, ее начищаешь, а я буду десертом займусь. Картошку. Картошку дочистишь, я тебе потом скажу. Хорошо. Кроме картошки повара из красного ресторана здорового питания закупили еще и помидоры, болгарский перец, соленые огурцы, лук и чеснок, семгу и куриные грудки. И на все продукты ребята потратили 3717 рублей. Что же они собираются приготовить из такой галереи вкусов? Меню такое у нас разнообразное и неординарное, потому что там такие названия. Меню красного ресторана сегодня это холодный чай вечность, испанский суп гаспачо, блинчики сырно-чесночные, куриные грудки с гранатом, картофельные шарики в сметане, десерт клубничная крошка и шоколадный кисель баловинь. А чем же удивят сегодня своих посетителей юмористы из белого ресторана? Мы сегодня наших гостей будем удивлять замечательным таким блюдом поросячьи ушки. Очень оригинально, очень вкусно. А вот меню белого ресторана. Фаршированные помидоры Фаберже, запеченный бекон, свиные ушки, судьба поросенка, соус-бакс, десерт с облаков, алкогольный коктейль Блаженство. Начни с самого сложного, объясни, что я буду делать. Геннадий будет заниматься у нас супер-коктейлем, который называется у нас Блаженство, Гена. Ну от меня по-другому никак не может быть. Сможете Блаженство? И вот рецепт потрясающего коктейля Блаженства. Молочный коктейль, настойка рябина на коньяке, взбитые сливки и лед. Следует в шейкере взбить специальный молочный коктейль. В стакан разлить по 50 граммов, наливки рябина на коньяке. Сверху долить коктейлем, украсить взбитыми сливками, добавить колотый лед. Но у соперников, поваров, юмористов, оказывается, есть достойный ответ. Вполне в духе здорового питания. Паш, ну ты смотри, ты сладкое хорошо же готовишь или не очень? Хорошо. Я для тебя взяла напоминалки. Так. Чтобы ты соображал, что нужно делать. Сейчас я, я сейчас начну делать самое такое основное. Тебе доверила резать, чистить картошку, я думаю, это будет замечательно. А я сделаю кисель балованный. Итак, рецепт киселя баловень. Абрикосы, лимонная кислота, сахар, крахмал, сливки и шоколад. Абрикосы заливаются водой и варятся 5-7 минут, потом их протирают до получения однородной массы. Добавляем сахар, лимонную кислоту, вливаем в смесь разведенный крахмал, доводим ее до кипения. Готовый кисель выкладываем в стаканы и охлаждаем. Обычно кисель готовят именно дома, но у нас тут ресторан, хотя и домашний. Ресторан – это место, где есть частичка моей души, потому что приходишь туда не только покушать, и подумать о внутреннем мире, о каких-то мыслях, потому что покушать можно и дома. Итак, нам предстоит стать свидетелями пира духа. Борьба между здоровой домашней кухней и наспех приготовленным фастфудом. И обе стороны, похоже, уверены в победе любой ценой. А как понимают психологию кухни соперники Жени из белого ресторана? Угощать мы будем сегодня тем, что мы обычно готовим очень быстро, но очень вкусно. Быстрая еда юмористов тревожит и их соперников. Интересно, что они будут готовить для нас, как ты считаешь? То есть не для нас, а для своих гостей? Я думаю, что-то не очень такое сложное, потому что мальчики же, да? Я думаю, зайти к мальчонкам и принести им еще шоколада, потому что они насытятся, облимятся и делают ничего, не захотят. Я такой вопрос, слушай, по поводу наших соперников. Почему вот эти были бумажки, предсказания, шоколадка? Ну, шоколадка я как бы сразу понял. Они решили нас подкупить просто, ты понял? А вот так кулинары из белого ресторана видят насквозь все коварные замыслы своих соперников. С такими юмористами лучше не шутить. По поводу наших соперников. Хорошая пара, но они проиграют. Несмотря даже на всю красоту и обаяние Жени, на хорошего парня Пашу, здесь два реальных парня, которые пришли сегодня за победой. Завидная самоуверенность. А вот как обстоят дела с верой в свои силы в красном ресторане? Проиграть, конечно, не хочется. Никогда. Но... Но... Я даже не представляю такого момента, что мы проиграем. Так или иначе, а победит тот, кто сделает свой домашний ресторан более прибыльным. А значит, все зависит от гостей. Что им ближе? Быстрый перекус или обстоятельные посиделки? Мы в домашнем ресторане. Сегодня тут правят бал искрометное веселье и гармоничное сочетание продуктов. Что окажется ближе гостям ресторана? Кто победит? В непримиримой борьбе, домашней кухне и быстрого перекуса. Главное, чтобы никто из гостей не ушел голодным. Недавно мы имели возможность сравнить, что ближе народу – капуста с морковкой или жареный кусок мяса. Сегодня в домашнем ресторане снова здоровое питание. Это у одной команды. А у их соперников – песни, шутки, веселье. Можно ли разделять и сравнивать кухню и развлечения? Посмотрим. С развлечениями у юмористов, похоже, все в порядке. А вот умеют ли они считать? Насколько я знаю, гостей у нас будет сегодня 8 человек. 8, понимаешь? Я буду тебя музыкально оформлять делать. Поэтому, соответственно, нам нужно сделать 8. 8. 7 бассейна, нам по 8. Кто-то, может быть, думает, что это будут пирожки. Нет. Это будут уши поросят. Уши поросят. Да, уши поросят. Секретный рецепт ушей поросенка кулинары белого ресторана пока держат в тайне. Но в нашем домашнем ресторане кулинарные секреты рано или поздно становятся известны всем. Женя, а вот тебе важно, сколько нам заплатят за это? 300 миллионов тысяч или меньше? Я вообще об этом сейчас не думаю, не парюсь, правда. Знаешь почему? Потому что я опаздываю. Мне хочется, чтобы было все замечательно и все получилось. Места мало. Мы не успеваем. Но я об этом даже не думаю. Да, поклонники здорового питания хоть и бегают по кухне, но уже боятся не успеть к приходу гостей. Может, сервировка для них оказалась слишком тяжелым испытанием? А вот юмористы из белого ресторана по привычке не парятся. Вот лично для меня приготовление пищи и еды – это отдых, за которым последует трапеза и за которым последует опять же отдых. Расслабленный подход к кулинарии. Смогут ли оценить его гости белого ресторана? Похоже, ребята и на этот счет тоже не очень напрягаются. Слушай, Андрей, мы здесь умничаем про ушки, про хрюшки. А если к нам вот в наш ресторан вегетарианцы прийти, чем их угощать будем? Хрюшками? Слева по борту у нас все для вегетарианцев. Ну, слушай, вообще вот так просто. Главное – красиво преподнести. Мы сделаем как раз-таки те самые помидоры фаберже. Просто классика. Видимо, не совсем доверяя классике своей кухни, Андрей и Гена перешли к классической шпионской технике и решили проникнуть в красный ресторан. Повод придумали, как всегда, на ходу. Не помешаем? Ну, как вам сказать? Да, просто как бы это... Да, просто у нас соль закончилась, хотели узнать, есть ли у вас соль там или... А-а-а! Соль! А вы соль употребляете много? Да, просто как бы... Это вредно? Вредно, это белая смерть и просто... Давайте я вам дам сахара. Горе-шпионы ушли, не солоно хлебавши, без секретов кухни здорового питания. Поэтому решено. Все внимание сервировки стола. Пусть невкусно, зато много ложечек. Блюдо мы нести будем позже, да? А для начала мы просто, я так думаю, положим по две салфеточки. Соответственно, справа ножик, правее для соуса будет у нас ложечка, и слева у нас будет лежать вилка. Поехали. Собственно, как обычно. Времени мало. В путь. Юмористы уже начали сервировку, а Паша и Женя так суетятся, что уже ничего не могут найти у себя же на кухне. Я не могу найти. Что? Бери свою вот эту вот штуку. Сыр такой, ленточковый. Вот так сейчас придут гости, а мы ничего не успели. Да, гости могут и разбежаться. А в белом ресторане уже готовы их принять. Остались последние приготовления. Берем восемь тарелок и относим их сразу туда. Восемь больших тарелок, Геннадий. Давай. Давай, причем, я могу это делать сам. Кажется, команда красного ресторана придумала какую-то военную хитрость, чтобы не уступить соперникам уже в самом начале. Мы уступим их неубдительность. Начальными нашими предсказаниями. И пока ты будешь играть им на гитаре, петь песни, я думаю, я закончу финальными аккордами. Ну что же, отвлекающий маневр может помочь команде красного ресторана. Но только на какое-то время. Ведь гости не станут ждать. Они пришли в основном не за духовной пищей. Все. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы очень рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это два ваших шеф-повара. Андрей и Геннадий. Геннадий, собственно говоря, да. Может, кто-то заметил, у вас такая ложечка, не у всех лежала вот так, да? Да. Друзья, у нас просто фишка нашего ресторана. Мы любим что-то необычное. Вот она лежала, вы перевернули, а там был маленький кусочек счастья. И он уже здесь, он летал. Кто уже перевернул, загадайте желание, а кто еще не перевернул, переверните, и будет вам счастье. Ребята удачно выкрутились из первой опасной ситуации. Ошибку в сервировке они преподнесли как фишку белого ресторана. А какой фишкой встречают гостей в красном ресторане? Добрый день, наши гости. Мы рады приветствовать вас в нашем ресторане. Мы старались для вас создать приятную атмосферу. И у нас замечательный шеф-повар, который посетил нас сегодня, для вас специально подготовил эксклюзивное меню. Надеемся, вам оно понравится, потому что здесь очень интересные даже названия. Женя и Павел пытаются сразу произвести впечатление своим меню, чтобы у гостей разыгрался аппетит. Кстати, об аппетите. Гости-то голодные, а ребята из белого ресторана угощают их по-прежнему только культурной программой. Утомленные солнцем вас к себе приглашают и меню предлагают от всей души. Не менее душевные хозяева красного ресторана, будучи не совсем уверены в своем меню, тоже морят гостей голодом. Может, потом они съедят все, что угодно? Хочется заботиться о всех людях и показывать правильно, как можно питаться. Это становится смыслом нашей жизни. Первыми от духовной пищи к калорийной перешли юмористы из белого ресторана. И сразу выложили свой козырь. Секретный рецепт. Итак, дорогие друзья, те самые свиные ушки. Аккуратно, Геннадий. Все-таки свиные. Как мои? Поросячие, пожалуйста. Так, вы даже мне помогаете. И вам за это огромное спасибо. Да, в кисть. Все, как мы и обещали. А рецепт наш общий. Он мне приснился сегодня ночью. Как бы вещий сон Геннадия не оказался кошмаром для голодных гостей. Это не ушки, а ветчина. Запеченные в течении, которые продаются в магазине. Да. Не, ну на самом деле реально спецненческий поем. Гости белого ресторана рады уже тому, что им и вправду не пришлось грызть свиные уши. А ведь у веселых поваров было все так хорошо придумано. Почему судьба поросенка называется? Почему судьба поросенка? Дело в том, что, Гена, мы будем использовать здесь немножечко ветчины. Смотри, показываю тебе на ярком примере. Вот это я уже сделал. Это сейчас я быстренько слеплю. То есть это вот такое у нас с тобой получается. Вот такое своеобразное ухо. Итак, в духовку, в хрюшку, в хрюшку, в духовку. Поехали. Как и все секреты, рецепт веселых поваров предельно прост. Для судьбы поросенка вам понадобится слоеное тесто, ветчина, тертый сыр и немного майонеза. В нарезанное квадратами тесто положить ветчину и сыр, добавить майонез, залепить в форме треугольника и поставить в разогретую духовку на 20 минут. И вот она, судьба поросенка. Судя по оценке гостей, судьба сложилась удачно. Запеченные свиные ушки. Достаточно вкусный, вообще очень такой известный рецепт. То есть тесто и прослойка, что-то мясное. В данном случае выступила у нас ветчина. У ребят получилось достаточно вкусно, вот, не пережарено. За них заплатил 100 рублей. А чем пытаются ублажить оголодавших от лекции о здоровом питании гостей их соперники? У нас суп-гаспачо, он должен быть холодный, но у нас исключение, как всегда, и он у нас, наоборот, горячий. Соответственно, вместо домашней лапши, лапша – это такой продукт, который нужно осторожно воспринимать. И мы туда мясо краба сделали, которое, оно нежно было нарезано дольками, не механически, все это было делало вручную. И, надеюсь, замена лапши на полезную пищу вам понравится. Конечно, после долгой кулинарной проповеди гости с удовольствием встретили чудо-суп. Напомним, как ребятам в голову пришла эта горячая идея. Гаспачо, который мы должны быстренько сделать сейчас с тобой, мне нравится, мне нравится этот, потому что он томатный такой, и там есть такая фишка, макарошки домашние добавляешь туда вниз, кладешь, и крабовые штучки, маленькие палочки, где рванишь на такие кусочки, и все это вниз заливаешь в гаспачо, будет очень вкусно. Для приготовления супа горячей гаспачо нужно нарезанные ломтиками помидоры и перец отварить в курином бульоне. В полученную густую смесь добавить специи. В глубокую посуду выложить нарезанные тонкими полосками крабовые палочки и кусочки сыра, которые потом заливаются бульоном и томатным соком. Сверху суп украшается гренками со специями. И вот гаспачо готов. Посмотрим, пришлась ли по вкусу горячая идея гостям ресторана. Суд достаточно вкусно, но, мне кажется, было бы вкуснее, если бы гренки были бы похрустящие. Пускай они едят, ты мне лучше поможешь здесь. Народу-то сколько! Интересно, не разбежались ли многочисленные гости после дегустации гаспачо? Но, кажется, мантра о здоровом питании безотказно действует на оценку. За суп гаспачо я отдала 120 рублей, потому что те ингредиенты, которые туда входят, тот вкус, который он имеет, тот вид, который он имеет, я считаю, что он стоит этих денег, поэтому я и заплатила за него такую сумму. А вот сами кулинары от гостей не в восторге. Недостаточно просветленные. Первое ощущение от гостей, когда мы их увидели, было, зачем они сюда пришли? Они с такими лицами пришли, злые. Я говорю, Паша, надо что-то делать. Надо какими-то шутками, прибаутками, какими-то такими интересными вещами ее разрядить. Гости и не должны нравиться официанту. Это он должен расположить их к себе. Я думал, что это будет очень легко. Просто когда начал бегать, как раненая собака по кухне, и ничего не понимал, только благодаря Андрею ситуация где-то как-то выровнялась. Предприятий общественного питания великое множество. Ресторан от них отличает прежде всего широкий ассортимент блюд и высокий уровень обслуживания. А вот в американском английском ресторант – это любое заведение общепита. К чему все это? К тому, что в белой кухне сегодня, по-моему, как раз классика фастфуд. Быстро приготовили, быстро подали и до свидания. Сегодня мы готовим с тобой не только горячую, но и холодную закуску. Это помидоры Фаберже. Почему Фаберже? Потому что мы считаем, что у нас в ресторане «Утомленный солнцем» не еда, а произведение искусства. Искусством быстрого перекуса юмористы овладели действительно в совершенстве. А помидор чем он? Сейчас он. Помидоры очень хорошо. Хорошо? А что там? Тем временем утомленные солнцем гости белого ресторана оказывается, пытаются понять, чем же их угостили на этот раз. А у поваров такого вопроса не возникало. Сегодня мы готовим помидоры Фаберже. Для того, чтобы приготовить шедевр, что нужно? Нужно взять материал. Да. Нужно, да. Для начала помыть, естественно. А потом, Гена, нужно взять материал и отделить все ненужное. Смотри. Не, ну, рассказывай тебе. Вот так разрезаешь. Потом ты берешь маленькую ложечку. И все вот это великолепие. Хочешь, немножечко работаешь хирургом. Сердце. Сердце. Семьера помидора. Рецепт фаршированных помидоров Фаберже совсем несложный. Для этого нужны помидоры, сыр, чеснок и майонез. У помидоров срезается верхняя треть, а содержимое удаляется. Затем помидоры фаршируются смесью натертого сыра и чеснока, заправленных майонезом. Готовое блюдо украшается зеленью. И вот помидоры Фаберже. Однако посмотрим, как оценили драгоценность белого ресторана гости. Фаршированные помидоры Фаберже я заплатила 20 рублей только за то, что я там открыла и попробовала. То есть как я это блюдо испортила, и он уже другому человеку его не даст. Я бы сама лично в подобный ресторан, конечно, не пошла. Но своим врагам, дорогим, обязательно, я всем буду рекомендовать и рекламировать, пусть потратят свои денежки. А в красном ресторане, чтобы закрепить первые робки еще успех-гаспачо, Паша и Женя смело импровизируют и предлагают гостям охладить пыл напитком со льдом. Вот эту штуку, много льда. Миллион льда? Вот этой фигни и спрайль, где спрайль-то? Окей? Готовность быстро реагировать – отличная способность для настоящего ресторатора. Жарко, мы решили вам все-таки попить, сделать. Это холодный мохито безалкогольный. И вот рецепт коктейля мохито без алкоголя. Свежая мята, ягоды, лимон, сахар, газировка со вкусом лимона, лед. В высоком кушении смешиваются листья свежей мяты и ягоды, добавляется лимонный сок и сахар. Затем доливается вода со вкусом лимона и лед. Быстрый мохито готов. Холодной импровизацией ребят гостям понравилось, но не все узнали знаменитый коктейль. Очень у ребят получился удачный чай, был очень вкусный. Ребята очень старались. Там ягоды, травы они собирались сами, ездили в область за травами. Поэтому я отдал 60 рублей, считаю, что с этим у них все хорошо. Чтобы закрепить успех, Женя и Паша подают гостям закуску, конечно, здоровую и питательную. Это не второе блюдо, это промежуточное между вторым. Это как бы горячая закуска. Это блинчики, но на тесто у них сырно-чесночное, на настоящем молоке коровьем. Все это завязано с сыром ленточным. И так как нужен нам белок, соответственно, он содержится в орехах и яичках. Гости пытаются поправить здоровье с помощью угощения Жени. Кажется, вполне довольны. Напробуй, что там внутри. Там съемка. Вкусное, да. Вкусное, очень. Эту страницу книги о вкусной и здоровой пище Женя написала на Абела, не сомневаясь в успехе. Блинчики, Паша, у меня суперские. Эксклюзив. Знаешь, на чем они сделаны? Они сделаны... Тесто у них сырное, с чесноком, на молоке, таком коровьем настоящим. Чесночно-сырные блинчики сделать совсем несложно. Для этого нужны сыр, чеснок, мука, молоко, яйца, семга слабосоленая и майонез. Из смеси муки, тертого сыра и молока готовится тесто, из которого выпекаются блины. В нарезанные квадратами готовые блины вкладываются ломтики, семги, добавляется майонез и яйцо. Каждый блин сворачивается конвертом и перевязывается ленточным сыром. Очень оригинально. Кажется, среди нас нет таких людей, чтобы пробовать такое блин. Ну и первооткрыватели. А вот как первооткрыватели кухни красного ресторана оценили успех поваров в денежном эквиваленте. За чесночно-сырные блинчики я дала 50 рублей, а также я считаю, что вполне они заслуживают этой стоимости. Там в составе находятся и семга, и сыр, которые стоят каких-то определенных денег. Я считаю, что это совершенно адекватная цена для этого блюда. От простых и понятных блинчиков воспарим на время в возвышенный творческий мир белого ресторана, где наши веселые повара готовят десерт. Десерт у нас будет называться «Соблаков». Потому что он очень легкий, очень воздушный, такой же, как и музыка, которую мы сегодня будем играть. Дело в том, что он будет состоять у нас из белочка. Потом мы возьмем немного джема, добавим туда. Потом еще кое-какой секрет. Все это сделаем. Да, я думаю, забьем. Это нам поможет остаблендер. Почему ты решил именно это блюдо предложить? Скажу тебе честно, я почувствовал себя Менделеевым сегодня с утра. Когда я проснулся, мне показалось, что мне приснился гениальный рецепт. Десерт с облаков просветленный. Яичные белки взбить в блендере с фруктовым суфле и залить смесью ягоды или фрукты. Десерт готов. Это обыкновенное кафе. Почему вы себя заявили, как ресторан? Почему вы себя заявили, как ресторан? Десерт мы в кафе. Такой десерт. Какой десерт? Это не в миске, а лохань. У меня ложка утонула. Ну еще бы, я бы не утонула. Мы бы страны с ней. Теперь посмотрим, способны ли гости по достоинству оценить облачную фантазию Геннадия. Десерт. Я за него заплатила 70 рублей. Ну, конечно, я десерт ела и получше, и повкуснее. Посудина была несоответствующая, и было очень сложно этот десерт есть. Да, ребята попали в сложную ситуацию. И чтобы хоть как-то отвлечь гостей от огрехов в кулинарии, они пустили в код оружия, которое их раньше не подводило. Творчество. Итак, ресторан «Утомленный солнцем» – это единственный ресторан, в котором... Где сам шеф-повар еще и развлекает своих гостей. Импровизация ослы разных стран. Ну, очень такая банальная. Русский осел. Японский осел. Голландский осел. И да простят меня эти люди, в каждом городе есть такие ослы. Здравия желаю ваших документов, наброшу Биралбан. Желаю. Однако, кажется, все попытки отвлечь гостей от скудного меню не увенчались успехом. Мы приходим в ресторан, чтобы какую-то культуру еды показывать себе и смотреть на других. А то, что было сегодня... И то... Ну, песни и так... Ну, ладно. Юмор не понравился. Но сами юмористы относятся к своему гениальному наследию без иронии. Я считаю, мы настолько очень сильно ухаживали за нашими гостями. Был такой высочайший сервис, что как бы это мы переборщили, и они чуть-чуть даже подрославились. По примеру, хозяев белого ресторана Женя и Паша решили тоже развлечь своих гостей. Но, кажется, их творческие мухи не так раздражают невольных слушателей. Вот как оценили гости оздоравливающую музыку в Пашином исполнении. Ребята очень постарались, да, вот с живой музыкой, с открытками. Вот такого в ресторанах нет, к сожалению. Очень интересная идея, то есть они оставят себе воспоминания. Хорошо бы гости запомнили не только музыку, но и угощение. А Паша и Женя сосредоточены на высоком. Для наших гостей, я думаю, была такая новость и сюрпризом, то, что мы приготовили каждому пожелание доброе, которое будет им сопутствовать в жизни. И также поддерживая это все музыкой, музыкальным сопровождением живым. Но приходишь не только за пищей, а и за духовной. В любое место нужно взять что-то полезное. А тот вот как пришел, поел, потом пошел, все это вышло, и ничего не осталось. Можно ли говорить о том, что в красном ресторане духовная пища сегодня заменила привычную, пусть и низкокалорийную? А мы с вами по-прежнему в домашнем ресторане. Поединок между веселыми поварами и жизнерадостными проповедниками вступил в решающую стадию. Пока утомленных солнцем и голодом гостей кормят байками и песнями, в красном ресторане прямо лето любви какое-то. Такое впечатление, что порой Евгения и Павел даже перегибают палку в желании понравиться гостям именно своей жизненной философии. А вот Геннадий и Андрей, кажется, и вовсе не замечают своих гостей. Ну, как часто бывает, лучше всего о золотой середине знает клиент. Пользуясь переливами гитары Паши как дымовой завесой, Женя подала гостям оригинальную закуску. Посетители отнеслись к угощению по-философски. Кто-нибудь знает, как это есть вообще? Чем? Ну, да, да. У вас нет блюда, да, никакого? А у нас блюда есть, но нет блюда. У вас вопрос, как это есть, а у нас вопрос, что есть. Кажется, гости в растерянности. А ведь Женя подошла к идее закуски так творчески. Обычный гарнир, картофель, пюре или что-то такое неинтересное. Я такая думала, у меня же дочка есть. Я думала, как бы ее заставить кушать-то? Утирайся на терке, делай с такой консистенцией. Чтобы можно делать шарик из нее. Но вот гости оценили, наконец, задумку Жени и радуются, как дети. Слушайте, это не картофелина. Это пюре картофельное, сделанное. А я думаю, это прям картофелина. Там что-то внутри. Да, сюрприз. А теперь мы узнаем поподробнее о кулинарном сюрпризе, улучшающем духовность. Когда делаешь шарики, кладешь фисташечки или орешки. Они же очень любят это. А сверху посыпаешь краба, натираешь либо крабы с майонезом, либо есть кокосовая стружка очень вкусная. Картофельные шарики от повара Евгении готовятся легко. Картофель отваривается и протирается на терке до получения однородной массы, из которой формируются шарики. В середину каждого кладется фисташка. Часть из них смазывается сметаной и обваливается в кокосовой стружке. Вторая половина смазывается майонезом и обваливается в натертых крабовых палочках. Выложенные на тарелки шарики украшаются маринованными огурчиками. И вот оценка гостей. За картофельные шарики я отдала 70 рублей. Оригинально выглядят. Легко, вкусно. Но опять-таки что-то там, что-то в них не хватало. Пока гости Паши и Жени впали в детство, хозяева белого ресторана решили угостить их и самым рискованным блюдом курицей с гранатом. Оксана, ты курицу попробовала? Да, я попробовала. Действительно очень сухая курица. Мне кажется, что с первым блюдом у них получилось все гораздо лучше, со вторым что-то у них как-то неудачно. Основное блюдо не впечатлило гостей. А ведь Евгения вложила в эту курицу такую глубокую мысль. Так как мы мечтаем о большем всегда, но нужно ценить то, что ты имеешь, поэтому у нас есть курица. А мы вот как-то тоже люди, да, но душа у нас широкая и большая, и хорошая, поэтому называется тело курицы, душа утки. Нужно стремиться к большему. Наши друзья с белой прекрасной кухней, наверное, кого не готовят. Конечно, куда уж клоунам до натуральной кухни. Это будет горячая с гранатом, с куриенками, с сыром, с чесночком. Потом курочку обжарим в кунжутике. Слюнки выдекли. Тебе обязательно там попробовать, просто их тут количество. Рецепт курицы с душой утки не такой уж и сложный. Для этого понадобятся куриные грудки, свежий салат, майонез, сыр и чеснок, грецкие орехи и гранат. Отваренные куриные грудки нарезаются дольками и выкладываются на листья зеленого салата, на подушку из тертого сыра и грецких орехов, смешанных с майонезом. Готовое блюдо украшается ядрами граната. Рецепт прекрасен, но оценят ли гости вкус духовности? На курицу, на курицу, на соленый огурчик, даже без добавления соленого огурчика. Когда соус вот так, вот такое ощущение, что его на тарелку, в том числе и в поварах. Это очень сильно заметно. Однако далеко не все гости рискнули попробовать душу утки в курице. За курицу с гранатами я дала 100 рублей, потому что мне, если честно, она не очень понравилась. Я ее по-хорошему даже не стала пробовать, послушав отзывы. Пока в красном ресторане Паша и Женя терпят кулинарные фиаско с основным блюдом, в белом ресторане Андрей пытается задобрить гостей знаменитым коктейлем блаженства. Это алкогольный коктейль. Традиционно он с сюрпризом. Крепкий? Нет, не крепкий, но такой милый и прекрасный. Однако понятие прекрасного у гостей белого ресторана похоже несколько иное, чем у веселых поваров. Похоже на ликер какой-то, да? Спасибо. Лед надо... Есть ледорубка такая, ее надо размельчить, чтобы он растаял в коктейле. А то львинка такая, кусок. А вот как оценили алкогольный коктейль блаженства и сервис гостей. Алкогольный коктейль блаженства. Вообще не увлекаюсь спиртным, но достаточно такой был приятный. Причем вот соотношение спирта и остальных ингредиентов, ну, был не такой слабо алкогольный коктейль молочный. Вот я за него заплатила 100 рублей. Очевидно, что гости даже не догадались о сюрпризе от поваров-юмористов. Первую ошибку я допустил. Я за место коктейля алкоголь добавил в десерт. В принципе, больше я старался не мешать Андрею. Я просто слышал, что нужно делать. Получается, Андрей и Геннадий невольно поддержали идею здорового образа жизни и решили познакомить гостей еще с одной гранью своего таланта – музыкой. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е, лишь ее уходить никогда не попросят. Тем временем Паша и Женя подают оздоравливающий десерт. Правда, в суматохе забыв его представить. Но читать-то все умеют. А что это у тебя? Крошка клубничика, запеченная клубника в яблочном соке и имбире со сладкой песочной крошкой. Знали бы гости дорогие, что повара и сами любители сладкого. Настолько, что не всегда угощение доживает до окончания готовки. Я так люблю сладкое, что я, по-моему, когда его сделаю, я все уплету. Не надо. Надо гостям оставить. Клубника сейчас актуальна. Она будет запечена в духовке и с крошкой, тестовой такой, с крошечкой, потому что горячая, вкусная, с соком все это будет вариться. Десерт крошка клубничка приготовить не так уж сложно. Для этого потребуется клубника, имбирь, яблочный сок и мускатный орех. Нарезанную пополам крупную клубнику настаиваем в соусе из кипяченого яблочного сока с имбирем и мускатным орехом. Пропитавшиеся ягоды выкладываются в духовку и посыпаются смесью из протертого сливочного масла, лимонной цедры и хлопьев с сахаром. Затем десерт запекается в духовке до готовности. У них очень хорошо получается все, что связано с фруктами. У них получился очень хороший чай и очень вкусный десерт. Да, но, кстати, внешний вид у него не очень аппетитный. Вот как оценили сладкое гости красного ресторана. А вот клубничный десерт мне очень понравился. Он был и вкусный, и свежий, и ребят постарались, видимо, и они украсили красиво. Там была клубника, малина, соус какой-то. Я дал за него 100 рублей и с большим удовольствием заказал бы его еще раз. Пока в красном ресторане гости нахваливают сладкое, у поваров белого ресторана кончились угощения. Но осталось еще одно блюдо в меню, которое у ребят никогда не кончается. Веселые нотки, похоже, погрузили гостей в настоящее оцепенение. А в красном ресторане заканчивают трапезу с традиционным домашним киселем. Кисель балованный из абрикосов, шоколада и сливок. Как с палочками на столушке и через нее. Посмотрим, как оценили финальный аккорд поваров из белого ресторана сами гости. Шоколадно-абрикосовый кисель был очень вкусным, но очень сладким. Ну, интересным. Мне кажется, что цена 70 рублей ему вполне подходит. Ужин в белом ресторане близится к завершению. Но у ребят еще есть, что предложить гостям. То, что мы задумали всю концепцию нашего ресторана, практически все удалось. Но единственное, нам бы хотелось добавить, мы несли то, что мы хотели нести людям. Добро, позитив, правильный образ жизни и питания. Но еще бы побольше стали бы общаться с нашими посетителями. И делать им какие-то маленькие вкрапления, которые их пыл немножко усмиряет. Вот так вот с нашей новой клиенткой, девушкой. Гениальные артисты-повара тоже не прочь пообщаться со своими гостями поближе. Надо было немножечко по-другому поступить, я думаю, да, Геннадий? Можно было быть попроще. Если кто хочет, заходите на кухню, там тарелки, салфетки, возьмите. Берите, да. Мы не жадные, на самом деле. Все отлично. Все хорошо. Скоро наш домашний ресторан закрывается, но под занавес наши команды пытаются перещеголять друг друга, если уж не в кулинарных изысках, так уж и в реверансах гостям. Ну вот почти и все. Сейчас мы услышим приговор гостей и узнаем, что же интереснее ближе народу. Незамысловатое меню и ненавязчивый сервис, или навязчивая философия и так называемая здоровая пища. Вроде бы ничего общего. Посмотрим, есть ли что-либо общего в счетах сегодняшних героев домашнего ресторана. Перед тем, как гости станут оплачивать счета, Паша и Женя решили окончательно их очаровать. Вы у нас были первые, мы ждем вас снова. Надеюсь, мы будем совершенствоваться, развиваться и улучшаться. В общем, там такие штучки, пожелания на вашу будущую жизнь. Вы откройте и прочтите, я думаю, там все само скажет за себя. Так что всего доброго и спасибо вам за ваше терпение. А как навязчивая дружба сторонников здорового питания отразилась на оплате их труда? Не старались. Они очень хорошо относились к нам, к гостям. А это немаловажно. То есть это уже половина успеха официанта. Моя общая сумма составила 680 рублей. Чаевые Евгения и Павел получили в размере от меня 150 рублей. Гости уже расходятся. Какие же впечатления они унесут из домашнего ресторана Паши и Евгении? Наши повара Павел и Евгения очень для нас старались. Ну, у них мало чего получилось. Единственное, что у них получилось, это суп действительно вкусный и холодный чай. Пришло время прощаться с гостями и для поваров-юмористов. Артистов в восторге. Желаю вам, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, несмотря ни на что. Спасибо вам. Спасибо большое. Всего вам хорошего. У нас сегодня было, может быть, немного еды, но люди ушли настолько сыты. Сыты как в прямом, так и в переносном смысле. Они насытились и смехом, и продуктами, и сервисом. Мы очень довольны сегодняшним днем. Однако посмотрим, так ли уж довольны гости. Обслуживание, то есть ни официантов, ничего на них не одет. Если честно, я даже иногда боялась, что они там делают на своей кухне, вообще как это у них там все происходит. То есть вот сервис, обслуживание, смена посуды – ноль. Этого нет. Чаевые у меня были 50 рублей, и вообще сумма моего вот этого всего, что я съела, составила 250 рублей. Немного дороговато для студенческой столовой. Может быть, не все гости были так же привередливы? Еда была нормальная, но более-менее молочный коктейль вообще не то. Потому что он как молочный коктейль, но вкусный такой, острый и горкий, как можно сказать. Вторые мальчики играли хорошо, музыка, музыка, и развлекали хорошо. Мне понравился. Критика кухни никак не может отразиться на самомнении настоящего кулинара. Особенно если кулинар – артист изящного жанра. По совместительству. Я почувствовал себя волшебником. Я почувствовал, что у меня золотые волшебные руки. И я умею. Я умею по-настоящему готовить. Совсем скоро мы узнаем, чем же закончилась бескомпромиссная борьба сторонников здорового питания против веселых поваров. Евгения и Павел, Андрей и Геннадий. Господа, вы действительно умеете все, как сказали еще в начале программы. Даже умеете так разочаровать публику, что один из гостей заявил, что порекомендовал бы ваш ресторан своим врагам. Как вы считаете, что в вашем ресторане не хватало? Хороших посетителей. Хороших посетителей. И все. Это мой взгляд. Не поверите, мух и комаров. Имеется в виду для созданной вами обстановки студенческого кафе. Но зато вот песни понравились. Это да. Одна девушка даже оставила чаевых больше, чем заплатила за блюдо. Аж 500 рублей. Молодцы. Поэтому я думаю, что сегодня вы до Южного Бутова доберетесь без проблем. Это самое главное. Но посмотрим, давайте, как оценили ваше кулинарно-музыкальное шоу остальные гости. На продукты вы потратили смешную сумму 1375 рублей. Это получается всего по 172 рубля на человека. Весьма экономно, да. Особенно если учесть, что гости оценили ваше угощение на сотню рублей дороже. Сборы белого ресторана 2150 рублей. Вычитаем ваши затраты и получаем чистую прибыль 775 рублей. Бутова, брат. Бутова! Евгения и Павел. В красном ресторане сегодня было все так умиротворенно, что даже и не знаю, что и добавить. Зато вот вашим гостям есть что добавить. Некоторые сомневаются, что концепция здоровой кухни и пропаганда любви и всеобщего братства может положительно сказаться на ресторанном бизнесе. Одна дама так прямо и сказала, что вернулась бы в ваш ресторан лет через 10, когда вы разочаруетесь в жизни и начнете подавать хотя бы спиртное. Очень позитивная женщина была. Подведем итоги. На сегодняшний ужин вы потратили 3717 рублей. Это по 465 рублей на каждого из гостей. А вот заплатили эти люди в среднем по 604 рубля. Общий счет вашего ресторана 4830 рублей. Вычитаем из этой суммы затраты на продукты и получаем вашу прибыль 1113 рублей. ПОЗДРАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Поздравляю! Вы у нас сегодня победители. Поздравляем друг друга. Вам не очень грустно? Не сомневались мы, конечно. Мы сегодня к своей девушке. Сегодня праздник мы своему району устроим обязательно. А мы за вас искренне. Бутова, гуляем сегодня! Ну, где бы вы нас не смотрели, спасибо огромное, что уделили нам время. Всего вам самого наилучшего. Не забывайте заглядывать в наш домашний ресторан. Я Василий Стрельников. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok